Друзья, всем привет! Меня зовут Тихон и вы на моем канале. Сегодня приготовим замечательную вареную грудинку. Вареная свиная грудинка это ароматное насыщенное мясное изделие, которое с легкостью заменит любую магазинную колбасу, ветчину и все, что с ними связано. Для того, чтобы приготовить вкусную грудинку, я заранее замачиваю ее в рассоле. Для этого мне понадобится 1 литр воды, 50 грамм соли и опускаем туда грудинку. В таком рассоле я сутки держу нашу грудинку, после чего начинаю готовить бульон. Я довожу воду до кипения, отправляю туда половинку морковки вот такими крупными кусками. Одну луковицу, разрежу ее напополам и прямо с шелухой отправляю в бульон. Три лавровых листа, душистый перец и пол столовой ложки соли. Закладываем мясо в кипящий бульон. Почему я делаю это именно сейчас? Если мы положим мясо в холодную воду, то оно начнет отдавать свои соки и сделает вкусным именно бульон. А нам нужно оставить вкусным именно мясо. Белок сразу схватится и все соки останутся в нашей грудинке. И оставляем нашу грудинку вариться в таком состоянии, примерно час двадцать на маленьком огне. Это очень важно. Аккуратно снимаем с нее пену и вот на маленьком огне дадим ей повариться. Это сделает ее максимально сочной, оставит мясо нежным и все вкусы войдут в наше мясо. Ничего из него не выйдет. Ждем. Друзья, наша грудинка проварилась полтора часа. За это время я успел переодеться и дать ей остыть. Посмотрите, что у нас получилось. Во-первых, обратите внимание на этот восхитительный бульон. На нем можно сварить великолепный суп. Ну и, конечно, главное, это наша грудинка. Посмотрите, какое мясо. Перекладываю его на салфетку. И его надо хорошенько обсушить. Теперь наша задача приготовить ароматную обмазку, которая задаст вкус, основной вкус нашей грудинки. Я буду использовать чеснок, много чеснока, паприку и прованские травы. При помощи чеснокодавилки измельчаем чеснок до состояния такого, ну, пюре. Выдавливаем пять зубчиков. Ух, Леха бы сейчас топором бы все счистил. Классно было бы. Но у меня только ножичек. Добавляем сюда немного соли. И немного растираем соль вместе с чесноком. Так чеснок еще лучше раскроет свой аромат. Добавляю сюда сладкую паприку. Примерно три чайные ложки. Прованские травы. И две столовые ложки растительного масла. И теперь во всей этой красоте обваливаем наше мясо. Мне понадобится глубокая миска, туда мясо и наш соус. Отправляем гутинку. Немножку обмазки. И все остальное. И теперь пускаем в ход руки. И со всех сторон обмазываем грудинку. Пахнет просто великолепно. Паприка и чеснок. Это просто лучшие друзья. Берем побольше этого соуса. И прям натираем им нашу грудинку. И теперь наша задача максимально плотно завернуть наше мясо. Вот я прям поджимаю грудинку. И заворачиваем в пищевую пленку. В таком состоянии отправляем нашу грудинку в холодильник. Желательно под пресс, если есть. Если нет, то просто отправляем в холодильник примерно на одну ночь. После этого она пропитается. Вы ее порежете тоненькими кусочками. В общем, все увидите. Будет очень вкусно. Ну что, друзья, прошли долгожданные сутки. Мы уже один кусочек открыли. Запах по кухне стоит нереальный. Давайте откроем второй. Посмотрим, что же с грудинкой у нас с вами произошло. Мне уже не терпится ее открыть. Посмотрите, как это сочно и ароматно выглядит. Великолепно. Давайте разрежем. Идеально. Прям как я люблю. Небольшая прослойка жира, мясо розовое, светлое, сочное. Давайте попробуем с ним кусочек. Обожаю такую грудинку. За это время чеснок полностью пропитал мясо ароматами своими. И вот сладкая паприка – это то, что мне нравится добавлять в грудинки. Она идеально подчеркивает чеснок и раскрывает насыщенный вкус мяса. Ну, а травы сделали свое дело, конечно же. Мне очень интересно, готовите ли вы дома такие мясные изделия или покупаете готовые магазинные? И вообще расскажите, почему вы отдаете выбор тому или иному продукту? Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, если видео было вам полезным. Не забывайте подписываться на канал. Впереди еще много интересных рецептов. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok